День воскресный, день чудесный и у меня для вас новый сюжет о недвижимости. Друзья, всем привет! В этом видеоролике я вас познакомлю с людьми, которые в 2015 и 2016 году покупали себе квартиры в Москве на этапе котлована. И даже здесь есть такая поправочка, не квартиры, а апартаменты. Вот на данный момент по кадрам вам может показаться, что речь пойдет про вот эти дома от группы компаний ПИК. Но нет, здесь интересный момент. Рядом находится еще один жилой комплекс, который начали строиться примерно в одно и то же время. Но у ПИКа дома уже стоят, а у другого застройщика дома стоят, но они не сданы. И люди ждут свои ключи, вы вдумаетесь, 4 года. Мне написали активисты жилого комплекса, сказали, мол, приедьте, пожалуйста, придайте огласку о нашей ситуации. Значит, хочу сделать сразу акцент, что я сам не ищу никаких конфликтов никогда, люди не ищут конфликтов, но у них идет крик души. Потому что кто-то живет до сих пор в ипотеке, кто-то думал, что еще в 2017-2018 году ему уже передадут ключи, а на сегодняшний день 22-й год. Им говорят, что в марте все, финал, но они уже понимают, что в марте финала не будет. Короче, друзья, вот присаживайтесь поудобнее. Сейчас все детально вам расскажем, покажем, введем вас в курс дела, чтобы вы себе эту историю намотали на ус и вывели из нее только полезные для себя выводы. Мы с вами стараемся учиться на ошибках чужих, но в тот же самый момент таким же людям, как и мы, пытаемся помочь и желаем удачи, чтобы их вопрос поскорее разрешился, и они получили свои заветные ключики. Пойдемте, я вас познакомлю с участниками выпуска, и они нам все расскажут. На данный момент время 10.45, мы ждем участников сюжета. Вот обратите внимание вам, живой пример, как нас встречают офисы продаж от застройщиков. Дорога городская вся расчищена, вся в асфальте, тротуары все расчищены, все в асфальте. А вот так вот мы кое-как заехали на одну из парковок офиса продаж другого застройщика Пика, где красивые дома разноцветные, уже, я так подозреваю, все это сдано. Но сам факт того, что наша машина села, впервые, друзья, за всю эту зиму наша тачка села, попался в ловушку от Пика. Оператору говорю, ну готовься, сейчас сначала поснимаем, а потом толкнем. Вот просто интересно, ты приходишь, многомиллионные квартиры, парковка вся просто в кашу. Почему так делают, непонятно. Суть в следующем, вот покажи, пожалуйста, вот эту картину. Визуально, когда стоишь за забориком, все закрыто, вроде как и достроено. Напомню, что официально строительство завершено на 75%, то бишь визуально, ну, вроде бы и неплохо. Но что происходит на самом деле, вот сегодня нам об этом все люди и расскажут. Знакомьтесь, один из главных героев у нас сегодня, это Алексей, который нам повествует всю эту историю. Интересный момент, интересное наблюдение, что сейчас на ваших экранах два жилых комплекса, которые друг к другу никакого отношения не имеют. Один, это тот, про который пойдет речь, на фоне которого мы стоим. И второй, это Пик. Они начали строиться плюс-минус в один и тот же период. Пиковские дома все сданы, люди живут, наслаждаются, что-то там еще строится. Наш, пока что, пока что немножко осталось подождать. Хочу сделать прям акцент на то, что у меня нет задачи засрать вашего застройщика или нахвалить и защитить его. У меня задача показать жизненную историю, то, куда вляпываются люди. Начнем мы с позитивного. В 2015 году началось все строительство? Да, строительство началось в 2015 году. Вот, Алексей, расскажи, как и почему вы купили квартиру с вашей супругой здесь? Почему вообще этот жилой комплекс выбрали, вот этот район, кратенько, для чего? Мы накопили денег к 2016 году и решили, что нам нужно жилье в Москве, так как мы работаем здесь. Соответственно, провели некоторое изучение рынка и жена вот обнаружила рекламу, по-моему, метро, если я не ошибаюсь, вот этого жилого комплекса. А имя этому комплексу легендарный квартал на Ботаническом саду. Посмотрите, какая панорама окружает его. В целом, территориальное расположение здесь очень хорошее. Он находится внутри Москвы, я вам показываю карту. Рядом есть парк, неподалеку станция метро Ботанический сад. И в целом, вот этот район окружают свеженькие новостройки. У нас сейчас 6 корпусов, но изначально должно было быть 5. Почему 6? Вот эта интересная история, расскажем чуть позже. Цены были примерно рыночные, но так как это апартаменты, соответственно, цены были чуть ниже, чем квартиры. Во, во, первый момент, апартаменты. Вы говорите, вы работали в Москве, а сами вы откуда? Сам я из глубинки. Из России? Из России, да. Москва и Россия, два разных места. Замкадал. Так, а жена? Жена тоже из глубинки и практически из деревни. Вот смотрите, на момент покупки вы знали, что вы покупаете апартаменты? Да, мы, лично мы знали, потому что мы провели некоторые исследования рынка. Мы понимали, что это апартаменты. И хотя отдел продаж уверял нас, что это, тут будет доступна регистрация, как минимум временная. А возможно, потом застройщик будет приводить комплексно весь, весь комплекс в жилое. Но, естественно, этого никак не случилось, и не знаю, как сейчас упоминают они это или нет. В 2016 отдел продаж говорил, что будет. Вопрос. Когда вы вот приехали сюда, смотрели, знакомились с застройщиком, вы при этом понимали, что рядом строятся дома от ПИК. То бишь, не в защиту в ПИК, но, отметим, это самый крупный застройщик в нашей стране. Почему вы выбрали вот этого, а не вот этого? Ну, в первую очередь, конечно, по цене. Да, цены отличались примерно, ну, вот где-то здесь однушка апартаменты стоили 3 с небольшим, 3,2, в то время как в ПИКе 4,2 где-то. То есть на миллион? Разница на миллион. А вы себе здесь приобрели апартаменты в виде однокомнатной квартиры? Сколько она площадью должна быть? Она площадью, по-моему, в районе там 30 с мелочью. Вот вы вслушаетесь, да? Вот цены. Даже звучит так, как будто это вообще не в Москве, а где-то в другом городе. Вот, казалось бы, как у нас говорят, зарплаты не растут. Но верни, сейчас эти цены на этапе котлована, ну, блин, дайте две сразу. Значит, смотрите, показываю вам карту. Вот, квартира от застройщика, однокомнатные апартаменты, 32,8 квадратных метра. Наверное, что-то плюс-минус подобное они и покупали. Вот так это, собственно, выглядит. Показываю вам это исключительно для наглядности. Значит, что мы имеем? Вот он, жилой комплекс, я вам его приближаю. Вот такие цены сегодня, то бишь от 7,4. И рядом, собственно, находятся вот эти жилые кварталы Green Park от ПИКа. Здесь ценник от 9,8. Местами даже можно найти что-то большое за 20 миллионов рублей. И раз уж мы сегодня с вами говорим про недвижимость, я хотел бы с вами пообщаться на эту тему с точки зрения, как на этом рынке применяются современные профессии. Вот существует интересный факт, что некоторые сервисы по недвижимости нанимают себе на работу интернет-прокетологов. Зачем? Стартовая часть маркетинговой стратегии в недвижимость – это создание рекламных объявлений. Тех самых, которые мы с вами можем найти в интернете на различных страницах или в социальных сетях. Почему? Так изначально проще познакомиться с вами, как с потенциальным покупателем на привычных вам ресурсах и страницах. И речь идет о тысячах или даже десятках тысяч компаний, которые ищут интернет-прокетологов. И любой из вас, абсолютно, может им стать, зарабатывая по 100 тысяч рублей в среднем в месяц. Именно столько они получают, если верить версии с HeadHunter. И здесь встает ключевой вопрос. Ну и как вам стать специалистом в этой области? А вот тут, ребята, вам поможет курс от Skill Factory «Интернет-маркетолог». И он подходит как новичкам, так и людям, которые хотят систематизировать свои знания по специальности. И самое главное, что этот курс будет полезен предпринимателям, которые хотят эффективно развивать свой бизнес, имея полное понимание, как работает интернет-маркетинг. Программа курса выставлена так, что вы будете плавно, но быстро проходить этапы, с которыми сталкивается в реальной жизни интернет-маркетолог. А график обучения вы можете построить сами под себя. Все зависит только от вас и вашей загруженности. Вы можете совмещать его с вашей работой или учебой. Не забывайте про одно. Я всегда на это делаю акцент. Что главное, чтобы вы хотели получать знания, чтобы вы хотели учиться новой профессии. А во время прохождения курса вы научитесь запускать таргетированную рекламу, создавать стратегию бренда, освоите работу с текстами и получите все необходимые навыки для интернет-маркетолога. В общем, я вам со всей уверенностью рекомендую этот курс от Skill Factory. Это действительно хорошая проверенная школа. Почитайте отзывы, посмотрите. Средняя оценка 4,7 из 5. Делайте выводы. Если вы хотите обеспечивать себя как финансово, так и работой, в которой вы можете быть уверены, что она будет постребована в ближайшие годы и десятилетия уж точно, переходите по ссылочке в описании и покупайте курс интернет-маркетолога. Получайте новые знания и не забывайте, что данная вакансия активно пользуется спросом для удаленной работы. Вам не нужно переезжать из вашей квартиры, из вашего города. Вы можете работать из своего дома по всему миру. Главное, чтобы у вас были знания, и тогда вы точно будете востребованы. И специально для всех вас Skill Factory дарит скидку минус 45% по промокоду МОШКОВ. Все подробности по ссылочке в описании. Таким образом, вы, получается, определяетесь с однушкой, оплачиваете ее, вы как покупали в ипотеку, в кредит, либо сразу всю сумму занесли? Ну, в этом плане мы счастливчики, потому что мы в ипотеку не встряли, мы накопили все, что называется, наличными, просто оплатили и все. А есть люди, естественно, в этом жилом комплексе, которые купили здесь квартиру в ипотеку, они, получается, сейчас платят ипотеку, продолжают жить в арендном жилье. Вот второй человек, у нас второй герой, вот он нам за камерой машет ручкой, говорит, это про меня. Продолжают платить за съемное жилье, и еще вот это все накладывается, и когда ключи дадут, пока неизвестно. Да, тут есть такая проблема, потому что у нас организован чат дольщиков, там уже порядка 700 человек, и, конечно, у людей самые разные истории. Много людей взяло ипотеку, и, соответственно, сейчас они в очень тяжелой ситуации платят и за аренду, и так далее. Вот меня, знаете, что удивляет? Вот такое вот отступление. Вам обещали, что все будет сдано к 2018 году? Да. Ключи должны были сдать, по первой очереди, в первом квартале 2018 года, по второй очереди, конец 2019. Стройнадзор сказал, что готово примерно на 75%, но застройщик сначала клялся, что они успеют хотя бы вот к концу марта все сделать, но, судя по всему, ничего, конечно же, не будет. Алексей, вот объясните мне, пожалуйста, следующее. Смотрите, вот интересное наблюдение. Если мы сейчас залезем в Яндекс.Карты, например, и я поставлю маршрут от точки, где мы стоим, до Кремля, вот прям до Красной площади, идти пешком 13,3 километра. Я уже посмотрел. Вы говорите, у вас в чате 700 обманутых дольщиков, ну, как обманутых, которых пока что обещают и кормят завтраками. Со мной изначально связалась ваша супруга. Она представитель инициативной группы, так называемой. Я ей говорю, ну, приглашай, давай, определяемся в пятницу, заранее, там, за неделю приедем, пусть приходят люди, все, кто недовольны, расскажут. Изначально руку подняли 10 человек из 700. Потом один заболел, другой уехал, третий, вообще остались вы один, единственный, и то муж, потому что я так подозреваю, надо, чтобы тот пришел. Чудом, вчера появился Александр, второй человек, все. У меня возникает такой логичный вопрос. Смотрите, съемка идет, ну, два часа в пятницу, там, отпроситься с работы, многие сейчас находятся на удаленке. А как вы считаете, почему вот ваши соседи потенциальные не приходят вообще там, не высказываются, не рассказывают свою ситуацию? В чем дело-то? Где все, где недовольные? Ну, судя по всему, люди побаиваются. А чего побаиваются? Разные истории бывают, да, потому что застройщик ведет себя довольно нагло на встречах. Вот я слышал, сам на встрече не был, но есть в чате выложены аудиозаписи, и застройщик ведет себя довольно наглым. А наглость в чем? Он матом ругается на людей, говорит, я сейчас тебя побью или что? Как нагло? Нет, нет, ну, нет, конечно, нет. Но, как бы, все равно народ чувствует страх. Не знаю почему, как бы, я решился, думаю, что надо как бы прийти, в первую очередь для того, чтобы новые дольщики не попадали лишний раз. Ну, или кто хочет рифтнуть, пожалуйста. Но я хочу, чтобы у людей была полная информация о том, что происходит с объектом. В первую очередь я хочу сказать огромное спасибо Алексею и его супруге за то, что вообще пригласили и согласились на камеру рассказать о своем выборе, о своей проблеме. Но мы с вами должны рассуждать, мы должны выжимать все соки полезные из этого сюжета. Ребята, на что я хочу сделать акцент? Вот смотрите, люди сделали выбор, они провели анализ в пользу апартаментов. Одна из причин ключевая, это было то, что цена была ниже на миллион, миллион двести. Но, ребята, не забывайте, что апартаменты в первую очередь не имеют статуса жилого помещения. О чем это говорит? Вот мне интересно. Люди из России, да, как они сказали, из глубинки. Соответственно, московскую прописку со всеми ее привилегиями они не получат. Я задал этот вопрос. Они говорят, у нас пока детей нету, поэтому мы как бы об этом-то особо и не паримся. Но в любом случае, покупая апартаменты, вы сталкиваетесь еще с рядом проблем. Так, например, налог на имущество, коммунальные платежи и так далее. Вот есть статья, мы про это снимали даже отдельный видеоролик, где по фактам все пробежали. В общем, все это в дальнейшем приведет к вашим постепенным постепенным переплатам. И если посмотреть на перспективу, то еще вопрос. Что выгоднее? Купить здесь и сейчас квартиру дороже? Или же выбрать апартаменты, но потом столкнуться с рядом проблем? Одной из такой проблемы, например, могут быть ваши соседи, которые захотят ночью тусоваться. И ничего вы им не скажете. Потому что, приехав в полицию, она скажет, слушай, чувак, у вас апартаменты, отвали. Это важный момент. Застройщики, как правило, всегда говорят, что мы стараемся подбирать именно жильцов, чтобы люди здесь не дискотеки устраивали, а жили. Но вопрос, верите вы в такое или нет? Вот напишите ваше мнение в комментариях. Здесь просто все нужно реально детально анализировать и подбирать под себя. Потому что у нас есть сюжет на канале, где люди целенаправленно покупали апартаменты, им понравилась локация, но у них есть квартира в Москве, и у них есть полноценная прописка. Это уже совсем другое. Поэтому имейте в виду, этот вопрос хорошенечко нужно изучить. В 2017 году на месте этого дома не было ничего. И Александр покупает здесь себе двушку на этапе, когда, подчеркиваю, не было даже котлована. Знакомьтесь. Саш, привет. Спасибо тебе большое, что ты согласился прийти и рассказать про всю эту ситуацию. На шестом этаже угловые окна это твои. У тебя там двухкомнатная квартира. Да. Практически. Практически вот они уже ключи. Да, есть очень много нюансов, о которых я сейчас постараюсь рассказать. Расскажи нам следующее. Смотри, вот апартаменты, а через дорогу квартиры. В апартаментах нельзя прописаться, в апартаментах коммуналка, как правило, выше. То есть есть свои минусы. Почему ты выбрал вообще жилье именно здесь? Да, сейчас объясню. Во-первых, изначально этот комплекс, он вообще на самом деле это моя мечта. Я очень давно мечтал купить такой комплекс, где был какой-то водный центр спорта. Потому что я 8 лет занимался плаванием. И у меня был расчет, что я возьму здесь квартиру, создам семью, и мои дети будут ходить и заниматься спортом. Я, извините, перебью, чтобы людям было понятно. Изначально у застройщика по плану во дворе этого жилого комплекса должен был построиться комплекс водных видов спорта. Правильно? То есть бассейн, туда можно было приходить купаться, плавать. Верно? Да, верно. Потому что у Пика, во-первых, у них социальные объекты. Они строят квартиры. Поэтому отчасти моя история здесь показательна. Понятное дело, есть вопрос с пропиской. Но, тем не менее, этот вопрос, он неоднократно уже на тот момент поднимался. И были слухи, да, и в том числе в отделе продаж эти слухи подтверждали о том, что будет рассматриваться на законодательном уровне перевод нежилого вот этого фонда, да, в класс жилого. То есть изначально, когда вы покупали квартиры, вам говорили, что это будут апартаменты. Но имейте в виду, ребята. Имейте в виду, что возможно даже. Но на самом деле я на это не упавал. Это не основной момент, по которому я там мог отказать себе в покупке апартаментов. Я апартаменты целенаправленно рассматривал. Да, я знал риски про то, что они также могут остаться там в том нежилом фонде, да. Но в то же время этот класс жилья, он строится как реально, ну, то есть вроде как гостиничный, да, считается, да, но в то же время это все для жилья обычных людей. Посмотрите, просто прикол. Вот покажи, пожалуйста. Вот если мы сейчас будем смотреть на вот эту картину, да, на план, то вот где вот этот дом, изначально должно быть вот это здание. А это как раз здание из серии «Центр водных видов спорта». И вместо водных видов спорта, как говорят, построили дом. И сейчас еще люди рассказывают о том, что появляется дополнительное желание построить третью очередь. Правильно? Да, да. В 2015 году я жила в Нижнем Новгороде. Так случилось, что я развелась со своим мужем, и мы с ним решили по взаимному согласию не делить совместно на житое имущество, то есть это была единственная наша квартира, а купить единственной дочке жилье в Москве. Так мы сделали, купили в ЖК легендарный квартал, апартаменты, небольшую студию, в надежде на то, что дочка будет учиться в Москве. Она тогда в тот год поступила в институт и будет жить в своем жилье. Но мечтам не суждено было осуществиться. дочка все эти семь лет жила в общежитии, в ужасных условиях. я тоже мне пришлось снимать жилье все эти годы, так как ЖК легендарный квартал не думал даже выполнять свои перед нами обязательства. за это время дочка закончила институт, живет с молодым человеком, вынуждена снимать жилье в Подмосковье на данный момент. Я стала инвалидом второй группы и, честно говоря, я не знаю, что сказать, и этому концу конца всему нету, этому ужасу, который мы пережили и дальше нас заставляют переживать. Вопрос, какая площадь и по какой цене вы их покупали? Я покупал 57 квадратных метров на тот момент 2017 год. Квадратный метр стоил 120 тысяч рублей, он мне обошелся в 7 миллионов 50 тысяч. Вы покупали в ипотеку? Да, в ипотеку я взял ипотеку, я заплатил первоначальный износ в 15 процентов, естественно, я знал, что я буду платить большие суммы по ипотеке и мне придется еще снимать свое жилье. По моим расчетам я уже за весь период 4 с лишним года, то есть уже пятый год пошел, переплатил по ипотеке уже 2 миллиона 700 тысяч, плюс за аренду жилья около там полутора миллионов я переплатил. У вас ежемесячно платят сколько по ипотеке? Здесь у меня 70 с лишним тысяч, я уже успел перекредитоваться, да. За аренду жилья сколько сегодня уходит? За аренду жилья у меня уходит около 30 тысяч. То есть и того у вас сегодня примерно 110 тысяч, если округлить. Да. Вот примерно, плюс-минус 110 тысяч вы платите за жилье и при этом у вас в сверху пока что еще ничего нет. Ничего нету, да. Друзья, записываю это видео для того, чтобы привлечь внимание прокуратуры, департамента государственной политики и других органов власти к одному из самых старейших долгостроев в Москве, ЖК «Легендарный квартал». Хочу рассказать свою историю приобретения апартаментов в данном жилом комплексе. В мае 2021 года мы с подругой приобрели оптом две квартиры. Решение о приобретении апартаментов в данном жилом комплексе было принято после разговора с менеджером компании. Во-первых, нам представили жилой комплекс как бизнес-квартал, где будет сделана на высшем уровне входная группа, будут использованы дорогие красивые материалы. Вторым главным аргументом лично для меня послужила информация о том, что идут уже финальные работы и данный комплекс, должен быть сдан не позднее сентября 2021 года. Мы знали, что это долгострой, что стройка идет с 2015 года, но менеджер компании нас уверил, что с 2018 года или с 2019, я уже не помню, стройка профинансирована, денег достаточно и строительные работы идут в ускоренном темпе и 100% к концу сентября 2021 года мы получим апартаменты на руки, ключи на руки. Поскольку я сомневалась между апартаментами и квартирой, поскольку цена на них в том году варьировалась примерно в одном бюджете, я сделала выбор в пользу апартаментов, поскольку менеджер легендарного квартала убедил нас, что данные апартаменты в ближайшее время переведут в жилой комплекс. На мой вопрос, почему у вас такая уверенность, почему вы решили, что 100% в течение ближайших 5 лет данный комплекс будет переведен в жилой, менеджер ответил, что в соответствии с некой дорожной картой, неким распоряжением правительства Москвы, данная земля, по всей видимости, будет переведена в жилой фонд и, соответственно, все дома и все постройки, которые стоят на этой земле, автоматически тоже станут жилыми. И даже мы получили ссылку на это распоряжение людям, которые не разбираются в юридических аспектах данного вопроса, получая многостраничный документ с множеством юридических терминов, текста и непонятных слов, иногда вынуждены брать на веру слова менеджера, который убеждает тебя со 100% гарантией, что все так оно и есть. Видите, это же не я придумал. Вот смотрите, есть официальный документ, есть официальная ссылка. Хорошо, для нас не столько принципиально было, чтобы апартаменты были именно жилыми, сколько принципиально было лично для меня получить налоговый вычет. Поскольку я не бухгалтер, я очень далека от финансовой сферы, это был один из главных вопросов, который я задала менеджеру, на который я получила ответ. Данный апартамент является жилым комплексом, это жилые апартаменты, соответственно, в ближайшее время их признают квартирами официальными, соответственно, вы сможете получить налоговый вычет. После того, как мы поняли, что застройщик не укладывается в сроки, мы связали со своим менеджером, который нам сказал, что подавайте в суд, поскольку мы отношения к этой стройке не имеем, мы всего лишь перекупщики, вы имеете полное право обращаться в суд, но нас это никак не повлияет. После этого мы начали в интернете искать форумы, возможные форумы, где общаются дольщики данного легендарного квартала. Общение в чате побудило меня пойти в интернет и самостоятельно изучать вопрос, связанный именно с юридическим аспектом в отношении апартаментов. Какие законы в ближайшее время будут приняты, будут ли апартаменты с точки зрения закона признаваться жилым фондом или не будут, можно ли там прописаться хотя бы в течение пяти лет, сделать временную прописку и можно ли получить налоговый вычет. Сразу вам скажу, что все, что касается апартаментов, не так уж и просто нагуглить, то есть эта тема сложная, а государство до сих пор 100% не определилось, но четко есть информация о том, что в апартаментах невозможно прописаться даже временно. Это первое. Второе, ни при каких обстоятельствах за апартаменты вы не можете получить налоговый вычет. По крайней мере, другой информации в интернете я не нашла. Многие из дольщиков снимают квартиры, в том числе и я, на протяжении многих лет, и чтобы приобрести данные апартаменты бизнес-класса, мне пришлось продать квартиру в родном городе, на вырученные деньги я взяла ипотеку, и на данный момент у меня идут большие переплаты, поскольку я продолжаю снимать квартиру, я плачу ипотеку, я плачу процент, а эти деньги, которыми были отложены на ремонт, тоже заканчиваются. И я не понимаю, что делать в этой ситуации, поскольку многие в чате, кто столкнулись уже с проблемой неустойки, говорят, что получить ее в принципе нереально, потому что на счетах застройщика нет денег. Мы хотим создать некий резонанс, чтобы прокуратура, департамент градостроительной политики, другие органы власти обратили внимание на этот долгострой и каким-то образом ускорили процесс передачи ключей дольщикам, потому что ждать уже просто нет возможности. Моя история еще достаточно лайтовая, я приобрела апартаменты в прошлом году, но я знаю людей, которые ждут своих ключей с 2015-2018 года. Очень надеюсь, что данное видео, обращение дольщиков каким-то образом поможет наконец-то нашим властям сдвинуть с мертвой точки эту глыбу и уже наконец-то передать ключи данного долгостроя. И вот ключевой момент, который нам с вами нужно понять, что многие из людей были уверены, что это Москва, это не где-то там за МКАДом, это вот хороший известный район, вокруг все строится. Многим людям по ушам проезжали именно продавцы. И вот здесь правильно сделать вывод, что официальные представители застройщика сегодня могут сказать, мы понятия не имеем, что он им там нес, этот менеджер, какие он им обещания давал. Когда этот менеджер уже давным-давно уволился или был уволен, ушел вообще в другую стезю условно работать. Поэтому, ребята, прежде чем кого-то из них винить, что вы там лошары, вы зачем это сделали, не нужно было покупать. Москва. Есть предложение. Люди приходят, давайте договор подписываем, покупают. И вот чем дело, как говорится, кончается. По вашей информации, когда вы приходите к застройщику, вообще с ним какую-то связь, диалог ведете сами, вот конкретно звоните, вам что говорят, когда квартира Момент такой, что с застройщиком прямой связи-то у нас и нет. У нас единственный контакт налицо сейчас в отделе продаж. Я всегда общался с застройщиком, только на уровне слухов. В отделе продаж у меня был знакомый, до этого первый застройщик обанкротился, потом передал другому застройщику. Соответственно, людей из отдела продаж уже успели уволить. И тот человек, с которым я держал контакт, он мне давал некоторые сведения о том, когда и что, и что какие-то части этих апартаментов относятся к одному инвестору, к другому, к другому. В общем, сразу было понимание о некоторых каких-то серых схемах. Я жилье беру для того, чтобы создать семью, чтобы мои дети ходили, занимались спортом, плаванием. И, собственно говоря, в буклетах это все нарисовано было. Потом все, проект переиграли. И самое, значит, я хочу сказать, да, меня обманули с балконом. Я покупал вот этот дом. У меня распашонка на ту и на эту сторону, обещано по проекту, значит, два балкона. Один балкон во внутреннюю сторону и во внешнюю сторону. Балконов, как видите, в этом доме нету. Причем я с этим вопросом обратился в отдел продаж. Бывший менеджер, которого уволили, мне посоветовал поднадавить и указал там контакт на лицо со стороны застройщика, их юрисконсульта, я так понимаю. В общем, мне этот вопрос, я его оформил письменно, мне зарегистрировали во входящих, пришел ответ о том, что я просил рассмотреть варианты. Вот вы меня обманули с балконом. Во-первых, объясните, почему вы это сделали. Я просто представляю картину. Сидят люди в кабинетах, есть, грубо говоря, совет директоров. И тут, значит, приходит комиссия. Вот как мне они объяснили, по нормам санэнстанции, с северной стороны балконы не предусмотрен. Извините меня, вы построили новый корпус, и почему-то балконы в нем есть. Здесь можно обмануть, а там вы построили. Здесь балконы вам говорят нельзя, а вот в этом доме можно. Вы понимаете, да, то есть в курьезной ситуации, вот все эти органы, да, все чиновники, да, они там подписывают, не глядя вот это все. То есть они не думают о людях. По сути, вот я когда-то работал в едином центре ЕДДС, да, где принимаются заявки по службе 112. Я вот знаю, да, вот эту процедуру, когда мэру приносят бумажку о том, какие в течение суток происходят там, ну, преступления, аварии, кто погиб, какие убийства. И вот я представляю вот эту вот головную боль, да, ему приходит отчет, он каждый день обязан его просмотреть. И точно так же у него наверняка просто вот как красный такой флажок по всей Москве эти недострои. У него явно это подсвечено, ему эту проблему явно префекты все подсвечивают. Я вот представляю его, он открывал здесь хорду, да, находился там, не знаю, ленточку красную, конечно, не перерезал, но с гордостью заявлял, вот, ребята, мы построили здесь хорду. Вот я вот думаю, Сергей Семенович, да, вот стояли вы, и вот ничего вас не ёкало, когда вот рядом, вот у вас наверняка, это вот просто как красный флаг, вот этот комплекс, который строится уже там, какое, с 2015 года? Семь лет! Москва, ребята, Москва, семь лет строится комплекс. Это всё далеко от МКАДа, это прям, прям ВДНХ, это вообще, это такой позор на самом деле, для власти, я считаю. Вот у вас страха нет, вот ваш коллега, там, потенциально будущий сосед, говорит, там, люди боятся, многие как бы хотят вроде как жить, отстаивая свои страха, права боятся. Слушайте, да, страха у меня нет, ребята, да, я могу даже на этот счёт, да, стих зачитать, да, он немного будет политический, да, людей сейчас как бы садят, да, за митинги, но мы на митинг ещё не выходили, ребят, мы работаем в рамках правового поля, мы свои интересы стараемся защитить совместно с властью, мы сейчас не идём против шерсти, мы открыто вызываем на диалог, ребята, помогите нам с нашей проблемой, почему мы должны вынуждены там терпеть, там, переплачивать, там, где-то жить на съёмных, на выселках, да, там, менять по несколько раз там жильё своё, да, и как бы терпеть это всё. Ну, понятное дело, да, у нас очень большие перспективы, здесь очень большие плюсы, да, мы в это тяжкие вошли, мы знали риски, да, но не думали, что действительно настолько растянется эта проблема, и мы надеемся, да, что всё-таки власть нас услышит, да, и не только власть, застройщик всё-таки ускорится, да, почему мы вынуждены снимать этот видеоматериал, почему я пришёл именно лично, да, во-первых, потому что последний крайний срок сдвига был в марте, нам обещали в марте 2022 года, то есть третий квартал 2022 года, вот, март уже, сейчас будет. То есть две недели. И, значит, в чём основная сейчас проблема? В том, что получено разрешение на продление этого срока до конца 2022 года, это что получается? А нас негласно просто сказали, ребят, да мы не успеваем, но мы будем это строить до конца 2022 года. Я не хочу ждать ещё целый год, ребят, уже семь лет прошло, почему я должен ещё год ждать? Ускоряйте, ускоряйте, эскалируйте проблему, если нет экспертизы, привлекайте, платите деньги, больше кредитования берите. Я знаю, что, почему эта стройка долго строится? Да потому что застройщику экономически невыгодно быстро это построить. Они привлекают минимальное количество рабочих, чтобы вытянуть это по времени и сократить затраты. Просто вот это всё в экономику. Да, поэтому цены-то, собственно, и были. Мы эти риски, мы их словили. Короче, друзья, здесь просто, знаете, что ещё больше всего обидно? Вот мне, как человеку уже семейному, что здесь есть люди, которые покупали квартиру с детьми, с маленькими. О чём это говорит? Вот, например, живёт человек в однокомнатной квартире, он думает, блин, купим здесь сейчас двушку, вот 57 квадратов. Они её ждут в надежде на то, что вот сейчас через год-два построится, как раз ребёнку будет 2-3 года, и мы переезжаем. И тут хрен, и самый страшный хрен заключается в том, что ипотека, арендное жильё, и тебе ещё непонятно, когда всё это будет, плюс какая-то пандемия, там проблемы с работой. Вот это самое тяжёлое, просто 700-800 человек у вас здесь. Как бы наверняка есть те, кто сейчас просто в диком стрессе находится. Вот их действительно жалко. Ключевой момент, вот я прям вот хочу обратиться к застройщикам. Ребят, вы поймите, не я, не вы, вы не ищите конфликтов. Ну, не хотят люди, никто там воевать, конфликтовать. Все хотят одного. Пожалуйста, достройте поскорее, дайте нам ключи. Мы хотим уже делать ремонт, и мы хотим здесь жить. Правильно я понимаю? Да, хочется просто на самом деле конструктивного диалога застройщика. Я хочу именно подчеркнуть, у нас нету сейчас прямого диалога с застройщиком. Застройщик уходит от прямых ответов. Все вот эти вот ответы, которые там в письменном виде мы до этого отправляли, да, мы их получаем очень неоперативно. И опять-таки, это все абсолютно отписки. В конце декабря была встреча с прокурором. Застройщик все так же продолжал обещать, но сейчас как бы уже после стройнадзора как-то обещания поутихли. Стройка как бы идет, но идет довольно вяло. Ну, после встречи с прокурором, конечно, там какое-то шевеление стало происходить. Дольщиков не пускают внутрь, поэтому мы не можем вот сейчас зайти, например, и оценить степень построителя. Да, вот поэтому обычно мы ходим по территорию, куда заходим, это можно. А здесь все отцеплено забором, есть там несколько входов, где стоит, собственно, охрана, но, естественно, нас туда никто не пустит. И по технике безопасности, в общем, есть ряд причин, поэтому мы записываем на фоне. Смотрите, обычно, когда идет просрочка, все прекрасно знают, что можно написать претензию, там подать в суд, и вам должны платить неустойку. В силу того, что с ваших слов вы там 4 года практически уже, да, там 5, наверное, пошел или 4. Да, но уже 5 пошел. Уже 5 пошел год, как вы ждете ключи, там неустойка-то такая солидная, можешь набежать. Да, мы в суд подавали, суд, естественно, присудил нам неустойку. Какая сумма конкретно по вам? Сумма изначально была в районе 500 тысяч. Сейчас юрист там еще пытается у нас работать дальше, он пытается поднять сумму и на следующие сроки. Но проблема в том, что получить эту неустойку невозможно. У застройщика на счетах ноль. При этом весь прошлый год они активно вели продажи, но продажи они ведут, судя по всему, насколько я знаю по моей информации, что продажи ведутся через юридические лица, аффилированные застройщиком, и, соответственно, деньги к застройщику на счет не попадают. Ну, одна из причин, почему я здесь, мне бы хотелось, чтобы надзорные органы приняли более активное участие в процессе, чтобы комплекс достроили, и не 700 там, или сколько во всем комплексе, я даже не знаю, сколько здесь человек, дольщиков, чтобы их просто не кинули. Слушайте, такой вопрос. Я знаю, что совсем недавно у вас была встреча с представителями застройщика, буквально неделю, может быть, назад. Вопрос. А вот они вам хотя бы что говорят? Что сейчас, что нужно доделать? Входную группу или что? Что они сейчас делают? Что им еще нужно, чтобы можно было объекты сдавать? Ну, четких объяснений они не дают. Вообще, на самом деле, даже не совсем понятно, в каком состоянии внутри все эти дома. То есть информации лично у меня точно нет. То есть вот я вот сколько общался с людьми, никто мне ничего точно не может сказать. Саша, вот скажи мне, пожалуйста, когда ты в 2017 году приезжал, конкретно в твой дом его еще даже не существовало. А при этом вот эти вот новостройки от ПИК, они вообще хоть какие-то были? Как это выглядело? Да, самое удивительное, отчасти это очень курьезно, что не было вот этих домов, да, в принципе. Они просто выросли за один-полтора года. Вот отсюда вопрос. Прежде чем покупать, ну, как это происходит? Вот вы заходите, все там, сайт, интернет, находят застройщиков. Здесь известный застройщик. Когда ты покупал, кто был застройщик у вас? Дейнвест. Дейнвест. Ну, ты читал какие-то отзывы, там, что люди пишут? Да, я прочитал про них отзывы, я узнал, что у них малый опыт, но у них есть несколько объектов, которые не к жилому фонду, они больше, как бы, ну, какие-то социальные объекты, да, то есть у них... То есть ни дома, ни квартиры? Да, ни дома, ни квартиры. Я понимал, что есть риски, да, и максимум рисков, которые я закладывал, это три года. Вот, смотри, а ты помнишь примерно, сколько здесь, ну, 7, да, условно, миллионов, а здесь сколько стоят квартиры? Да, я на тот момент, значит, были вот в тех домах, вот те дома были как раз построены в 2017 году, в них уже заселились люди, на тот момент цена на двушку тогда составляла до 9 миллионов, 8,5-9 миллионов. Короче, тоже на миллион примерно больше, чем здесь. Да, полтора, где-то миллиона больше, да, но, по-моему, меньше площадью, да, там было где-то около 55, возможно. Короче, на два квадрата меньше, миллион 200, миллион 500 больше. Да, да. Вот вы вдумайтесь, ребята, вот смотрите, просто мы как бы выводим такой общий вывод, что теоретически, если бы ты тогда решился бы переплатить и выбрал бы все-таки, допустим, вот эти дома, то сегодня у тебя уже было бы жилье, и ты вот эти миллионы, которые переплачиваешь как бы, ты сэкономил бы путем того, что ты не отдал бы их в пустую банку. Да, конечно. Вопрос честный. Если отмотать время назад, где бы купил? Все равно здесь остался бы, или все-таки выбрал бы вот эти дома? Вот это хороший вопрос. Скорее всего, наверное, бы остался. Остался бы? Да, на самом деле, потому что в любом случае здесь есть возможность переделать ремонт, да, и как бы там получается, ну, совсем невыгодно по соотношению... А что, подожди, я не понял, а вот в эти дома почему ты не можешь ремонт переделать? Ну, то есть разбирать свой, свой, как бы, ремонт, это уже плюс цена, да, то есть демонтаж, там, какой-то, да, это плитки, то есть, ну, зачем, как бы, да, это делать? Другой момент, что, ну, тут с нуля, допустим, можно вложить полтора миллиона в ремонт, и, как бы, окей. Короче, друзья, здесь вот каждый из вас пусть делает выводы сам. Просто что мы видим по факту? Здесь уже ведется деятельность, инфраструктура, за нашей спиной работает кран, это тоже относится к пику, как выяснилось. Они строят какие-то социальные объекты, там, то ли школы, ну, что-то подобного рода. Вот к новостройкам можно относиться по-разному. Первые пять лет вы будете жить на стройке, когда вот это все гремит, пыль, народ, огромное количество автомобилей, но у них есть и свои жирные плюсы. Вот обратите внимание, вот что мне сразу бросилось в глаза. Вот она, придомовая территория. Вышел ты с коляской погулять, сам погулять, допустим, вышел во двор с детьми, раз пошел дождь. Как правило, некуда спрятаться нигде. Все бегут либо домой, либо куда-то под куст стоять, а здесь, смотри, как сделано, интересно, что ты хоть куда-то можешь зайти с колясочкой, постоять, у тебя сделаны специальные такие вот отверстия, ну, назовем их такие архитектурные решения, откуда поступает дополнительный свет. И, соответственно, в летнее время, там, в зимнее время ты можешь находиться на улице, гулять, и при этом ты не промокнешь. Ну, круто, круто. Плюс ко всему, детские площадки интересные, ты приводишь ребенка, ему есть куда походить. Ну, и то, что пусть всякая мелочевка, она у тебя возле дома. Кофе зашел попить, маникюр, педикюр, аптека, магазин, все то, что надо, оно всегда прямо в шаговой доступности. По-своему тоже удобно. При этом, по факту, ты мог бы жить здесь, выйти, у тебя здесь была бы прописка. Подчеркиваю, я ни в коем случае не рекламирую пик, просто, ну, такая ситуация у нас выпала. А тут ты покупаешь апартамент. У тебя вообще прописка есть? Ты говоришь, что у тебя прописки даже нет. Прописки нет, конечно. Да, то есть я живу даже без регистрации, но у меня есть... То есть у тебя в паспорте вообще никакого штампа нет? В паспорте у меня штамп родного города. Но здесь, в Москве, есть возможность спокойно прикрепиться к больнице. Сейчас законодательство никак это не запрещает. Поэтому я на самом деле проблем с пропиской особо не вижу. То есть почтовую корреспонденцию получать, но точно так же можно прикрепиться к какому-то почтовому отделению. То есть какие-то льготы о том, что московские, пенсию. Ну, перспективу семья будет, ребенок родится, это сертификат на роды, там куча дотаций. Ну, там нормально дают, как бы много. Да, ну вот на самом деле в этом есть большие минусы. А когда ты покупал, ты об этом просто даже не думал. На самом деле очень надеялся я на законодательство. Да, то есть я не думал, что в стране будет такая ситуация, что закон, о котором говорили 5 лет назад, до сих пор не примут. Это большая проблема. Да, это очень большая проблема. Вот общаясь с людьми, меня, честно говоря, их позиция немного удивляет. Потому что говорят, мы покупали апартаменты, зная, что, например, там нельзя прописаться. Ну и как бы все равно их купили. Хотя у них квартир своих в Москве нет. Я изначально, когда мы с ними познакомились, думал, что, ну, знаете, как из серии, есть какая-то квартирка, есть прописка, и, соответственно, просто покупают себе жилье, второе, например, в жилом комплексе. Но нет. Я думаю, как так-то? Ну, прописка, это ведь хорошо. Всегда свои льготы дополнительные. Тем более в дальнейшем, когда у тебя будут дети родятся, детские сады, пособия. Но все равно это тебе дается государством. И ты можешь всем этим делом пользоваться. Кто-то не подумал, кто-то не знал. И вот в этом моменте меня что-то удивляет, что люди не изучают вопрос перед покупкой. Хотя, казалось бы, залезть в интернет, напиши квартира, апартаменты, разница, плюсы, минусы. И там тебе все, прям вот уже таблица есть сравнительно. Читай, какие плюсы в квартире, какие плюсы в апартаментах. Мы как будто на промзоне находимся. Все гудит, все сверлят. Сверлят. Алексей, вот мне кажется, что с супругой все-таки вы уже немножко жалеете. Когда вот приезжаете сюда, ходите вокруг, смотрите, блин, миллиончик вы сэкономили. Миллиончик. По факту здесь уже, смотря, ну жизнь кипит. Люди гуляют с колясками, дети бегают. Ну реально, прям вот просто город построился. Ребята, кто бы из нас как не относился к этим человейникам, муравейникам, люди счастливы получить свое жилье и иметь возможность жить, наслаждаться, жить, трудиться, работать. Вас пока что, к сожалению, не так. Что скажешь по этому поводу? Нет такого, что эх, а надо было переплатить. Да, конечно, мы сожалеем. Сожалеем. Но в тот момент нам казался выбор разумным, потому что цена была, она была нормальная рыночная цена для апартаментов, но нам хватало наличных денег без ипотек взять эти апартаменты. В то время как на квартиру у нас не хватало значительной суммы. И взять кредитик и залезть сюда, там, к самому крупному застройщику, вы решили не делать так. Ну, мы подумали так, что застройщик, конечно, малоизвестный, но в целом, так как цена в рынке, ну, может быть, немножко опоздает, но мы не думали, что риски настолько большие. Ну, недооценили, видимо. А вы говорите, Нью-Йорк, Нью-Йорк, не нужен нам ваш Нью-Йорк, а да вот он, под носом. Ну, реально каменные джунгли. С одной стороны, тесновато, а с другой стороны, это, опять же, откуда встать, откуда показывать. Вот мы идем здесь в парковочные места, но вот можно зайти, например, на территорию дома, для жильцов. Она закрытая территория, вот сюда. Вот покажи даже. Там гуляют, там никаких машин нету, там сразу как-то поуютнее. Опять же, дома с этими коробками, П-образными, с одной стороны, плюсы. То есть, внутри дома потише, нету ветра. С другой стороны, минусы. Дети орут, ты там пытаешься работать или отдыхать дома, будет шум. А такие новостройки, как правило, это семьи молодые. Поэтому и машин дохрена, да даже те же самые апартаменты. Я удивился, что, оказывается, также там были люди, и их было немало, кто покупал, именно с семьями. То есть, с детьми. Думаешь, блин, ну как так-то? Вам-то по-любому прописочка нужна, по-любому льготы нужны, ну и так далее. Тем не менее, вот у людей есть свое обоснование выбору. Я ни в коем случае не хочу обидеть дольчиков этого жилого комплекса, но для нас это отличный пример того, что бывает, когда вы покупаете жилье на этапе котлована у застройщика, у которого нет этого большого портфолио, большого портфеля готовых объектов. Куда ты можешь прийти, посмотреть, как построил, что люди говорят, как по срокам было. Опять же, вот эти риски, когда ты покупаешь подешевле, потому что этап котлована, и что происходит на выходе. Казалось бы, миллион-полтора, вот вам по соседству другой жилой комплекс, уже построенный, люди уже живут. Подчеркиваю, мы никого не рекламируем, мы никого там не дизрекламируем, мы рассказываем ситуацию из жизни, чтобы каждый из нас принимал решение. Апартаменты со своими минусами, но подешевле. Друзья, вот напишите ваше мнение в комментариях, что вы думаете по всему этому поводу. Я уверен, что кто-то накинется на людей, скажет, дураки, сами виноваты, так вам и надо. К сожалению, такие есть. Но вы поймите, на их месте мог оказаться любой из нас. Кто-то имеет прописку в Москве, и думает, блин, ну куплю себе апартаменты, буду жить там. Почему? Денег нету. Ну, сэкономить хочется тут, чуть-чуть там, чуть на выходе. Вот так. С одной стороны, можно, конечно, сказать, люди виноваты. С другой стороны, ребят, ну, ты покупаешь, ты отдаешь деньги, а они со своей стороны платят исправно, все как положено. Договора подписали, денег принесли, ипотеки выплачивают. В чем они виноваты? Почему человек должен бегать и жаловаться в прокуратуру? Я считаю, например, что не должен. Ну, с точки зрения того, что вот должен быть какой-то надзорный орган, который должен сам это все дело контролировать, регулировать. К сожалению, вот вам ситуация из жизни. Мы надеемся искренне, что застройщик пойдет людям на встречу и, наконец-то, достроит дома, сдаст им объекты, и они уже будут нам передавать привет и говорить, ура, наконец-то, вот наши ключики, мы живем, мы все довольны, и эта ситуация, скажем так, конфликтная разрешится. Надеемся на это. В любом случае, подписывайтесь на канал, потому что дальше будет больше полезных, интересных сюжетов на разные темы. Подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят свежие новости. Ставьте лайки, пишите ваше мнение в комментариях. До новых встреч. Всем пока-пока.